Всем привет! Сегодня я нахожусь в гостях у Краснодарского краеведа Виталика Штыбина. Виталик, привет! Собственно, мы встретились пообщаться по городу Новороссийску, по тем народностям, которые проживали на месте, на территории нынешнего города Новороссийска. Виталик занимается очень плотной черкесской культурой и, думаю, он нам много чего интересного сможет рассказать. Виталик, ну, собственно, с первого вопроса начнем. Существовали ли на месте Новороссийска какие-то постоянные поселения до основания Новороссийска русскими войсками? Ну да, там на территории Новороссийска всегда были поселения с самых древних времен. Это территория проживания, в общем-то, предков адыгов, черкесов, но это такая пограничная зона, потому что там близко достаточно вот эти основные переходы к морю, степная зона, где постоянные миграции разные были, поэтому с древних времен там присутствовали не только адыги. Классически считается, у нас история северо-западного Кавказа более-менее письменная, она начинается с появления Грека. Археологически, да, там исследования проводились в окрестностях Новороссийска. Новороссийской бухте найдено множество поселений древних, это Железный век. В принципе, если как бы в глубину уж совсем смотреть, то известные исследования первых поселений в Цемесской бухте, в которых найдено, например, первейшее использование зерна культурного вообще на территории России. Интересно как? Примерно 5800-5700 годы нашей эры, там Невек, Меолита, и там зерно было первые найдено. Самые известные исследования даже природного характера, то, что на территории Цемесской бухты рос как бы Пицунский лес, так называемый, Пицунская пихта, которая какая-то лечебная, она там произрастала. Ну, естественно, да, эти курганы, культура, эти курганы, поселения, которые там находили, они, в общем-то, свойственны этому региону, изучены более-менее хорошо. Значит, к временам греков там проживали Синды. Синское поселение, из которого возникла позже колония Баду, изначально это именно местное поселение, также как и в Анапе, в котором появились первые греки, как и торговцы, как и поселенцы. Постепенно эта колония греческая разрасталась, как и в Анапе, так и в Баду, она за счет такой своей яркой культуры, это юридистическая, она заплатила местное население, местное население тоже стало по греческому кладу одеваться, какие-то обряды проводились, то есть заимствовали, конечно, культуры, но местное население стало сместным. По поводу Синдов, по поводу их этнического состава я спорю, то есть это может быть где-то предки местного автоктонного населения, кто-то говорит, что там были индоевропейские какие-то признаки народности, ну, это такой еще дискуссионный вопрос пока, на таком этническом интернете Синдов, но тот факт, что они там были и доминировали тогда, и они одними из первых, в принципе, кто эллинизировался, у них позже появляются свои моменты с их именно греческими, на греческих манерах, то есть они частью Босковского царства стали. Позже, ну, бухта сама, она по себе не очень была населена, в плане того, что... Нордост? Нордост не очень приятное место, и, конечно, если брать вот поселения и позже, адыгские, в то время, скорее всего, также было преимущественно, предпочитали жить чуть повыше в горах, куда, в ущельях, и в самой прям бухте. В бухте, да, небольшой городок оставался, и, в принципе, вокруг него строилось все остальное дальше. Ну, то есть, ушли греки ко второму веку нашей веры, уходят греки из наших участков. Кого не разрушается, там впервые появляются более-менее серьезные следы именно уже предков черкесов конкретно, да, ну, возможно, скорее всего, у каких-то еще соседних племен, потому что у адыгов сохранились немножко искаженные предания о баканском... князе Бакане, еще в Баканское ущелье... Ну, он имеет ли отношение к Баканскому поселку? Ну, сам поселок, это просто уже по местности назвал, он местности называл Бакан, да, раньше. У них такая легенда, что Бакана звали предводителя, предводителя одного из племенов кочевых, которые в то время проходили, по-моему, Аваров, если не ошибаюсь, или Алан, Алан, наверное, да, потому что Аланами разорили греческий бату, и Алан был вот этот предводитель, который, прорываясь сюда, в бухту, вот эти местные племена ему сопротивление давали, и там было большое сражение, и этот Бакан звал, вроде бы, как и погиб, из-за чего и Баканское ущелье было. Это такая, как бы, история, фольклоры у черкесов существуют с таким негативным оттенком, как битва, в которой очень многие погибли, да, очень трагически. Вот. В это время там предпись их. Это вот одно из ключевых племен, из которых позже появились горные люди, черкесы западные. Они уже там, их видно, они присутствуют, их упоминают активно. Вообще сами Зихи-то еще до нашей эры, да, второй век до нашей эры упоминаются, но там они уже во всём. Вот. Позже это место там использовалось как торговая точка, там были поселения Азихов. Значит, позже, уже где-то к двенадцатому-тренадцатому веку, когда появляются византийцы на побережье, начинают строить свои торговые фактории, появляется фактория и, в том числе, в бухте Суджу. На месте бывшего Абаба тоже, когда у них власть переняли генуэзцы, да, в силу там рядом с его политических причин. Уже генуэзская колония там появляется торговая, но это торговая фактория, это не город, скажем так, в балансовом смысле. Это рынок, и не торговцы, а с местными жителями они обмениваются товары. В основном, в принципе, всегда это было в Новороссийской Бухте, в том числе. Рынок крупный был рыболоведческий? В данной точке не особо. Собили более ванапи и пеленжики, как-то более шадом. Генуэзцы, как бы, немножко больше расстроили эту колонию. Они уже с хазарами договаривались, и поэтому здесь как-то более спокойно они могли себя чувствовать. У них более деловые отношения с местными жителями собирали все эти торговые. Поэтому они здесь построили определенные здания, ряд зданий этих генуэзских колоний, они еще в 19 веке сохраняются. То есть там есть описание, когда турки строились в Жуккале. Рядом по-прежнему находятся такие замешавшие руины генуэзской колонии, которые они использовали для жилья строительной крепости. И именно в то время, с 13 века по 15, когда турки полностью овладели земным побережьем, эта колония была генуэзской. Турки завладели, устроили там небольшую факторию, также не особо развивали ее. На месте именно генуэзской. На месте именно генуэзской изначально. И в общем-то так продолжалось до где-то 18 века, начала 18 века. Это была обычно торговая точка. Вокруг жили черкесские племена. Значит, где-то к веку как раз 17 они принимают более конкретные, более современные вызвания дети. То есть формируются те племена, которые мы знаем классически. Какой этнос, да? Да. Изначально это были хигайки. Небольшой этнос в 18 веке. Они в основном как раз новороссийская и анапская бухты. Хигайки. Но по некоторым данным, вот чума, которая прошла с Северо-Западного Кокфаза, начали в 18 веке, выписываются в население. И к тому времени сформировались натухайцы. По одной из теорий, натухайца горный субэтнос преимущественно образовался в этом регионе. Например, Анапа, Российск, Паденжика, потом Крымский район, Абитский. Они сформировались в основном из, скорее всего, беглых христиан, которые уходили от своих владельцев. Из Жаневцев. Жаневцы были, да, был обширный, мощность, удобность. На территориях как раз вот этих вот западной части, края. Жаневцы очень сильно пострадали от тур. Каждый из первых они долго сражались, бились. В том числе и война. И она, вот, тоже, как следствие, вынуждала их уходить в горы. И вот постепенно в горах, из-за каких-то разных. Волны сформировались новые субэтносы натухайцы. Потому что очень многие родовые линии переходят. И хигайки влечь. Изменитая семья замока Сафир-Биязана. Она же из начальниц Хигайков и Жаневцев составлена. Она в классической территории описывается как натухайская. То есть Сафир-Биязана, если не ошибаюсь, его отец считался, вроде бы, как аристократ владелец земель вокруг Анапы. Это Куматырь. Это их родовое владение, в принципе, до самого конца. И вроде бы, как в Анапы. Потому что турки, когда строили крепость, они договаривались с Сафир-Биязаной. В аренду ее покупали. Как получился турки? В 1722 год. Небольшой невольничный рынок в субургской турке. Он, в общем-то, интересовал турок только как рынок. Но так случилось. К этому году получает независимость. Крымская хаста, она как отделяться от этого совета, это Турция. И турки решают, что настало время поменять политику. Дело в том, что в это время где-то невольничий рынок... Турки же считали Черномореца внутренним морем. Да, это был внутренний Санджак турецкий. То есть это люди чуть пониже, чем Виолетта, это губерния по сути наша. А Санджак это район, уезд, да. И не было центра определенного, да. И первое время, да, они отдавали как бы крымскому ханству в управлении, да, эту территорию, да. Наши вассалы пусть управляют, но у них, если не знаю. Но вот в самом Крымском ханстве, когда она стала независимым, стараться свою политику проводить, но при этом у него вот это дворцовые перевороты, у них внутренние ханские разногласия, они ослабили политику. Вот это, чем воспользовались Черкеса, они тоже начали нападать со стороны этой слабостью. Для Черкеса все было просто, да. Есть ослабый противник, которого можно в бою победить, захватить пленных, пробовать заработать. В основном это аристократик. И начались такие нападения, поэтому турки решили воспользоваться и там решили построить крепость. Вообще, Суджу-Кале, вот эта крепость, там же как решение интересно было принято. То есть были лояльные группы черкесов с ближайших племен, аристократов, которые лояльны туркам и икраинским паталкам. Но были и не лояльные, да, более дальние в горах бывших черкесов, которые нападали... Более дикие. Да, дикие нельзя их не забывать. Они более свободные. Ну, наверное. Да, они не подчинялись никому. И, в принципе, для них именно на соседа напасть не грабить. Даже если... Особенно это свои лояльные. Свои там и сейчас это может что-то свои. А тогда они не были свои. То есть, какие-нибудь шапсуги жили в горах, и для него, вот, темноту тайцы, особенно лояльных турков, были, в принципе, как чужие. Да, у них не грех было напасть-то, подграбить их. И, естественно, они грабили их. И, в первую очередь, лояльные черкесы обратились к правительству, османскими, с просьбой построить крепость, чтобы оградить. Потому что они же торговали, первую очередь, первыми они строгали. Значит, как они сделали это? Они обратились, они хотели в гринжике поставить гринжике. Но какие-то ряда причин, переговоров, вот партия, которая жила ближе к Сужукской гуфте, а она, как бы, более убедительно выступила. Поэтому, значит, русские решили построить крепости Минак. Как раз параллельно была уже идея строитель Анапы. То есть, они, например, и Анапы, делали крепость Суджукале. Причем Суджукале изначально турецкий архитектор строил. А Анапы уже позже и укреплял Суджукале, уже французский, который Одессу, Измаилу и Мишону. По поводу названия еще интересного. Суджук. Некоторые думают, что это как баса суджук, баса крепость. Да, да, я тоже слышал это баса крепость. На самом деле нет, в турецком языке даже не суджук и пишется по-другому. Суджук – это надо смотреть на старо-османский язык, старо-османский алфавиль, из которого это понятно, что это холодновато и холодно. В общем-то, соответствует этой местности. Опять же нордоз, да? Да, все нордоз большая на самом деле. В общем, в 1722 году мы эту крепость закончили. 210 метров ее широкую сразу сделали. Она немножко неровная была. Ее изначально вход был с юго-западной стороны. Со стороны Константинополя, да? Да, да, да. Именно там висела эта надпись, которая сейчас не видела. Обратная плита. Там она часть только. Да, кусок сохранился. Это единственный принцип, что сохранилось в крепости. Потом еще ворота были с северо-западной, пристроены дополнительно с юго-зосточной, чтобы высохнуть и прочей. Вот. Но изначально крепость считалась маленькой. Все, кто... Там персонели были, допустим, он написал, что это такое скромное было местечко. Там, в основном, служил ее. Изначально, как бы, период был такой, что татарская администрация местная, но при этом сюда начинали уже повозить в вечер. То есть, такая вот логика была. Строили ее как? Ее вроде бы строили, насколько я понял, для того, чтобы был виден вход и в геленджитскую глупту. Да, да, да. Именно логика была такая, чтобы... Проглядывался и кто-то, кто-то всех. Потому что Анапа должна была охранять пути передвижения между Анапой и Гринжакой. По этой же логике потом и Константинское укрепление строило, для того, чтобы защитить пути между крепостями. И это, кстати, еще в Босфорском царстве. Ряд укреплений от Анапы, Лабрао-Дюрсо, античные. Они именно цепь башен, которая охраняла эту же самую пенсию. Потому что, в принципе, логика одинаковая у дураков. Насколько известно, для постройки использовали... Потому что татарам не очень доверялись строить. Использовали нагайцев из Кубани. Из Кубанской вот этой орды. Едничку, так называемая. Которые между Доном и Кубань тогда были кочевами. Вот. Оттуда нагайцев перевезли. Поселение в Геннайском городке. И они как чернорабочие. Вот. Что дальше было? Все ухудшалось положение в Крымском ханстве. И когда... Получается... Ну, до еще полной независимости Крымского ханства. Бывающая русско-горецкая война в 1864 году. Когда русские войска вот в этой бухте. То есть, в джиуколепа, так и лежат. Большое количество кораблей. То есть, можно сказать, в принципе, что сужу к коле на тот момент была таким захолусть. Захолусть. То есть, в которой ничего не происходило. В которой приход любого фрегата воена, это было целое событие. То есть, любого вообще корабля. Как трудно. То есть, позже и с береговой черноморской линией случилось. То есть, все, что происходило нам в жизни. Да, да, да. Было скучно. Но надо понимать, что тогда это было все-таки еще внутренне османское море. Черное. То есть, было проще. И, ну, значит, как получилось. После этой русско-турецкой войны Турция должна была уничтожить ряд крепостей на побережье. Но это не уничтожило связь на то, что... А тут, как бы, подданные живут. Наши. И что ж мы с ними делаем. В этом, как бы, крепость осталась. И тогда, считается, после этой войны, как это же полностью лояльное Крымское ханство стало Российской империей. В ста времена Крымские пришли. С татарами вообще проблемы начались. И многие из Крымского ханства забежали. Ну, из лояльного России, да. Там есть поэты, оппозиционеры, разные писатели, которые... Они жили в этой Суджукской крепости многие, в Анапе. И Турция тогда приняла решение, что мы должны Суджук-Калей сделать центром такого сопротивления, через которое мы вернем Крымское ханство. Значит, это, так думаю, турецкий период начинается. Туда уже посылают луча, крепость улучшают, укрепляют. И значительно не придают. И статус именно уже полноцентное лето. То есть там свой Паша был? Да. Ну, такая хитрая штука. Вроде бы он знал Арусинский на Суджук-Кале центра. Но он сам он предпочитает ванай. Там более уютно, удобно. Более комфортно. Комфортно и крепость поможет. Вот. Что получилось? Ничего. Поскольку татарам уже не доверяют, и турки начинают свои войска. Причем в какие-то моменты там до 40 тысяч проходили войск через эти крепости. Вот там были гарнизоны, но они временные. Понимаешь? Когда вот какие-то действия производили свои. И тогда впервые Турция начинает заниматься идеей привлечения черкесов. И до этого черкесы воспринимались поторговать. Какие-то вопросы решили. Может быть, какие-то партии устроили на ту сторону. А теперь они решили взяться по полной. Ну, а как это нужно было знать? Только через ислам. Потому что исламизация не была интересована кирцией. Иначе бы нельзя было премьер. То есть они стали заслать миссионеров, да? Да. Это, во-первых, миссионеры. Во-вторых, коменданты крепости. Вон из грузин, во-вторых были мусульманцы. Ряд высших должностных лиц. Они породнились кредлями местными, черкесскими. Взяли жены их дочерей. И так получилось, что именно через это они начали эту эффективную стабилизацию. Причем начали стычки. Они же на тухайцах начали обрабатывать. А чтоб судьи они язычные были. Они сопротивлялись этого. Получалось так, что судьи нападали, сжигали эти мячи. Небольшие две на тухайцы на них попадали. То есть спичка лежит черкеса. Получается на тухайцах, да? Или как это? Ну, субэтнос. Субэтнос, да, скорее. То есть именно знать уже было мусульманское, да? Знать, да. А простые они так основали, да, необычники? Конечно. По большей части. Ближе к крепостям турецким. Их больше завязалась связь. Здесь будет, естественно, больше подведываться к религиозной обработке. А что, к влиянию, да, к религию. Но, да, местное население обычное. Крестьяне все-таки предпочитают народную религию свою традиционную. Но в турецкий период, что-то интересно. Вот как раз про захолустье. Там же получилось как? Так, иначе, когда начали прессовать суды, они бежали очень. Потому что это, ну, просто, это было место, где можно заболеть, во-первых. Малярия, как минимум, цементская была задача, у тебя была в США. Во-вторых. И эпидемия малярии была и в там... Голод. И, в-третьих, черкесы постоянно нападали на... Как-то вышли там за дровами, вышли там какой-то отряд небольшой. Они у турецких солдат нападали, даже в лагерь они стояли. Ночью нападали. То есть днем они помирились, а ночью взяли. А что удивительно? Когда уже основали Новороссий, солдаты для рубки леса ездили с пушкой. То же самое. То же самое было мультура. Через 100 лет после этих событий. Ну, солдат... Был такой случай, когда они напали на лагерь, и огромную массу солдат пленили, привели в горы, и потом в Турции деньги огромные заплатили им, чтобы их... Ну, в общем, в какой-то момент даже дошло до того, что черкесы окружили крепость зимой, и те иначары, которые отставались, там небольшой варкризон, человек 37 было, они погиблись от голода, там одна семья все осталась. И когда уже пришло подкрепление, там еще никого не было, и вот тогда принято было решение завозить крепость Туркмена. то есть владение Османской империей дальше, и их держали. Была идея чуть позже еще, когда уже Крымское ханство было подчинено России, казаки осили и испугали. Был такой период адыгский, скажем так. То есть решила была ставка на то, чтобы черкесам туда лояльку набирать, чтобы они крепости служили под деда Османской империи. Ну, что продвигал, допустим, Север Безынок долгое время, он уже очень долго служил, и Крымскую войну потом очень долго служил уже туркам. Но адыги не любили крепости. Для них была трусливая позорность. Да, это же за стену. И они просто не удерживались там, поэтому не очень-то получилось ничего из этого. Но считается, что именно после этого начала затухать именно Турецкая крепость, потому что так турки не решили вопрос с Крымским ханством, оно в итоге предпочинялось России и Крымску. И... 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 Крымский ханство сложно набрать, если сложный, они взяли упор на Анапу, на сушу колес стали потихонечку забрасывать. Потому что крепость, это она еще потом, в 1810 году была захвачена русскими войсками во время этой войны. Русско-турецкие очереди взорваны. Потом ее вернули обратно туркам, они ее опять перестроили. Потом в 16-м году опять захватывают. И... Уже российские войска ее перестроили. Но... К этому моменту уже все поняли, что если в Российской империи это все остается, эта бухта, то более удобное место на другом стороне. Поэтому крепость, в принципе, не стала ключевой. В первые годы российского владения уже было в качестве. И постепенно она зачахла. То есть, к 1828 году, когда вот Анапу взяли, когда присоединился, Турецкая война, присоединили, в Российской ферме, присоединился на берег. По Адренопольскому бежевому бедуру. Да. Там, получается, уже крепость, обрешавшая, было разрушенная, были просто рыбы, не важно, чей большой. И его просто сожгли все. И российские войска там не остановились. Ну, лагерь был там, у Великимова был лагерь. Ну, не остановились. Поэтому, закончилась, по сути, история Суджукалей, и начинается история уже на российской войне. есть такое известное сражение Паталпаши, Паталпаша, который, Туриц. Да, Паталпаши, слышний город Черкеска. Да, это интересный момент, кстати. Паталпаша был один из управляющих, в том числе, Суджукалей, ну, на довольно короткий период, только бурный, когда там менялось очень сильно. И он, да, попытался, вот такую, авантюру устроить, собрать войска и пойти, вот, на Кабарду, через Черкесские земли. Вот, собрал лояльных черкесцев, сепиритурок, но, дошел, в общем, до Кубали, на Верховье, да, и встретился с русско-кабардинским войском. Ну, кабардинцы, в данном случае, были лояльны, потому что Кабарду уже подчинили, и те, кто там остался, с кабардинцев, они, в общем, были лояльны России, использовали его на войсках тоже. И они совместным ударом его, просто, разрушили, пленили его армию, разбили там всю, и на том месте, вот, вот, это лапашинская станица, а потом, черкеска, да. А, был еще шейх Мансура, один из первых, кто газоваты бил в России, да, и вот, он как раз таки, пытался поднять, в том числе, и западную, с черкеса, да, в какой-то момент, его как раз таки, он оказался в крепости в Напу, в Суджу-Кале, был в Анапе, и вот там, как бы, он и турага, про турага выступил, который лояльнее. Получается, турки совместно с русским церковным империем, выступили за то, что было победение, его, перехватить, перехватили, и он пленник, там, и погиб. Интересно. История связана, как раз с этими местами, с урожением там, с Шейхом Мальцуром, в том числе. То есть, с появлением крепости, усилилось влияние турок на черкесов, появились очень полояльные, и не лояльные турки Кесы. В тех районах бывали и некрасовцы, которые проводили, вместе с черкесами, нападение на Кубан, на Алиню Черноморскую. И Кубанин. И получается, что эта волна определенной стерилизации прошла именно в тот момент, с появлением этой крепости. Но мы понимаем, что османы у черкеса никогда не были. Даже те, кто были лояльнее, лояльны были до определенного момента, пока это выглядело. Есть такой известный факт, в 1792 году, я боюсь казаке, поселились по Кубанину. И до 1881 года было запрещено на правый берег Кубани принимать черкесских князей, которые просили из российского подростка, ну, из-за расчета того, что если мы их примем, они юридически считаются опытными трудами Касманской империи, то мы можем вызвать как-то такой повод к войне. Ну, партии нападали, особенно, для кого были не красавицами, они нападали постоянно на правый берег, но казакам было запрещено выходить в ответ. Что они делали? Они еще писали по претензию в Анапске на паше, наши напали на нас, то-то, 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 вот просим возместить. Анапский паша вынушал. Примерно 1800 года, когда он наконец-то признался, что он постоянно платит деньги, а ничего сделать не может, потому что они начинаются и не подчиняют. А это начало нарушения договора. То-есть, Косманская империя же обещала, признала их подданными, обещала их контролировать. По факту, получалось, что они не поддали. И, естественно, в какой-то момент начал Паша отказывать. И с 1801 года, когда пришел Александр I, то-есть, поменялась политика, разрешили казакам в отместку делать рейды на Улы. И тогда уже началась активная фаза конфликтов уже здесь, на западной стороне. покупали, нужды черноморским казачествам не отдали. Так вот, если подытожить, выходит, что до постройки крепости, на Суджукале, о чем мы говорим, каких-то постоянных поселений, именно аулов не было на территории Новороссийской? Нет. Были. Аулы были, они небольшие, просто надо понимать, как устроить был аулы в Брежной Черкесии. Это не компактная поселение, в тех районах на Брежных Горах они бы почитали селиться хуторками, как бы он сейчас сказал. То есть, это дом, несколько домов, владение одной семьи, с хозяином главным, которые отделены от других какими-то, может быть, километров два-три, это сады и башня. То есть, и таким образом, грубо говоря, один урок может расселяться на несколько километров. Обычно, как говорится, его аулы и постановился на 12-м году. Но, по сути, это то, что аулы, как у Аджена называлось, это ряд таких домов родовых, которые составляли некую общину. Вот здесь тоже так было. Здесь просто разбросаны такие дома, которые можно объединить в некую общину родовую. Здесь вот этих, здесь вот этих. ими была окружена вся туристовая бухта. Их очень много жило. Потому что, если мы посмотрим описание конца Турказской войны 1863, 64-е годы, когда вот трагедия на Тухайцах случилась, они даже говорили, ау, вы уходите, и были продавлены в Турцию. А это когда на Тухайце изъявили полную покорность, да? Нет. Как получилось? На Тухайце, да, изначально они изъявили покорность. когда появилась крепость, когда уже российское существо, они, в общем-то, довольно лояльны с Россией. То есть, в какой-то момент, да, были отдельные выступления против, там, в основном они происходили из-за того, что... Сифир Гейзенок, Роматыр, они сманивали натухайцев на восстание, и вот те натухайцы, которые уже были, казалось бы, в Румиере жили, поданные, российские, они восстают. А надо подмашечить в Песе, тогда про менталитет были достаточно. Люди, как бы, простые и наивные, да, и очень легко подвергаются пропаганде. И повернувшись на пропаганду, они восстали после год войны, когда уже все окончается. И некоторые из местного генералитета восприняли это как слово оскорбление, и нарушение присяги не было решено вертикально поступить, их тоже всех выдавили. А это спорный вопрос, этот вопрос обсуждался в дальнейшем раз, да, стоило ли так поступать, в принципе, ограничиться не какими такими малыми военными действиями, да, и закончить это более-менее мирно, так что население осталось здесь, и, в общем, принесли в ходе перья, они выдавляли все с космарскому перью. Ну, что, что случилось, то случилось, к сожалению, для них тухайцев. И в дальнейшем, да, это уже был вопрос чем-таки любви населять полуместность. Одно тухайцев осталась слишком большая группа, они в основном жили в Суворово-Черкесском Ауле, но эта группа, в принципе, уже давно была на службе Российской империи, это был Анапский горский полуэскадром, много из них сами участвовали в боевых действиях против своих же соотечественников, да, получили медальки за коренья Западного Кавказа, но для того времени не было такой глубокой национальной привязки для них. Вот сейчас они могут считать в тюрьме законодательными, но тогда такой вопрос даже не стоял. То есть они на службе Российской империи были, как и не было. И вот они как раз до конца оставались на улице. Станица менялся, эскадрон, потом уже белая бежит во время Гражданской войны ушли вместе с белыми, а оставшихся жителей в России или ранне советское время на Духай было. Суворово Черкесский остался просто Слушай, а вот подскажи, пожалуйста, вот недалеко от Новороссийска есть местечко под названием Убых. Убых – это черкесское племя, правильно же? Они там жили вообще когда-то? Потому что есть разные теории. Одни говорят, что они там никогда не жили, другие утверждают, что они жили, третьи говорят, что это вообще какая-то легенда насчет инженера, который там застрелился, когда тоннели не сошлись, которые Владикавказская железная дорога строила при покладке железной дороги в Новороссийск. Сама название Убых появилось в советское время. Да? То есть одни царских времен? Слушай, я считаю, что нет. Поэтому там Убыхов не было никогда. Они могли, конечно, какие-то взаимоотношения иметь, но они там не жили. И Убых, в принципе, скорее всего, как раз от инженера так упавная версия сокращения этой комиссии, которая так изучит русский язык. А где тогда Убыхи жили? Убыхи в Сочи. А правильно, Убыхи, да? Убыхи. То есть на территории нынешнего Сочи? от реки Шахе до, примерно, реки Узынты, услов, хосты даже. Ну вот, и город, это та территория и проживание. Они к западной к западной стороне не имеют отношения никакого. Это такая случайность. Ну и как, допустим, название батальона, который сформирован в земле от Убыхи. не потому, что они не тукаются в жильме, хотя они жили. Конечно, они были в этом месте. Но сама стремится от батальона, это еще название. Батальон начался с места формирования. Шапсунский, Пешего-Шапсунский, Кабардинский, где сформированный, да. И селение Кабардинка в итоге. Кабардинка названа по батальону, а не потому, что Кабардинский. Ну, кстати, вот насчет топонимов, ведь очень много, на самом деле, на Кавказе, в частности, новороссийской, вот мы говорим, да, сохранилось очень много топонимов, именно черкеско-адыгских. Например, вот Масхака, то есть, ну, я слышал версию, что Масхака это зеленый мыс, как бы и... У меня как-то связано с Дельфином, потому что Хапку, Дельфин, море, у нас море. Да, что забавно, то что черкесы, тоже, они проверяли погоду по этой горе. То есть, у нас в Новороссийской две горы Колдун, одна, это вот гора Масхака, которая называется Колдун, на самом деле, путают. И сейчас тоже по Колдуну, именно по горе Масхака определяют погоду. И, например, вот Шисхарис. Шисхарис, то есть, тоже такое название, Абраудюрсо, Азерейка. Хребет, Мазон, 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 Хребет, Новогирский, Мархоцкий, ты ежевичный, да. Азерейка, Азерейк. Азерейк, это название рода Азерек. То есть, кинезья, черкесские? Да, поселение андексское, в котором, есть и картина, у Джеймса была, которая высаживается там, каравки высаживаются на побережье этого аула. Крупный, крупнейший центр Матухайзи был Суко, и район Абраудж, самая густонаселенная зона, и домина реки Кудахо. Ближе, конечно, к Цемезу не селились, к Цемезу. Малярия? Малярия, болотосное место, все равно Цемез привезли. Ну да, местного насекомых. Да, да, и поэтому, конечно, там населились, но крепость, конечно, появилась ближе к Цемезу, за счет того, что там дорога проходила к кабардинскому укреплению, и, в отличие от Суджук-Кале, который находился в малой земле, он контролировал Мемориал, да, получается, территория Мемориала? Да, он прямо там стоит. Там уже такая логика была, с моря контролировалась, но тогда русское поселение на Суджук появилось, им нужно было контролироваться попутной дорогой, поэтому она ближе, да, к речке. Вот, кстати, насчет дороги, да, тоже интересный момент, что ничего не появляется на пустом месте, да, то есть вот в Манхэттене есть улица Бродвей, и она проложена на месте Старой Индейской тропы, это достаточно известный факт. Вот Анимковское шоссе, оно же Голодное, оно же Сухумское шоссе, оно ведь тоже проложено на месте бывшей Черкесской тропы, и сейчас местами видно, да, что где оно шло, вот там, допустим, район Михайловского перевала, видно, что там оно шло ниже, а уже в советское время перестроили выше, а то есть это тоже не на пустом месте все, собственно. И вот смотри, вот как раз таки в ключе вот этого возникает вопрос. Черкесы, насколько я знаю, они до прихода сюда именно русских войск, у них были очень шикарные сады, то есть они слились возле воды всегда, они берегали источники воды просто как священное место, они очень хорошо занимались террасным земледелием, скажем так. И вот когда черкесов отсюда выселились, да, уже в Турцию, насколько я знаю, произошел упадок, потому что переселяли сюда крестьян, малоземельных в частности, крестьян из центральных губерний, и они погибали от малярии, во-первых, потому что черкесы, опять же, вот, читал в одном старинном путеводителе, что черкесы, они очень легко справлялись с малярией, то есть они жили в горах, куда малярийные комары не могли подняться, и работали в долинах до захода солнца, то есть до того момента, когда они, малярийные комары, вылетали на охоту, да, скажем так. Вот, русские крестьяне, естественно, этого не знали, и они не могли, не умели обращаться именно, не умели жить в горах, то есть, ну, вся центральная полоса России, это, в принципе, равнина, и, насколько я понимаю, это все было заброшено, да, то есть, даже дальше, когда путешественники уже проезжали, они отмечали, что все сады находятся в запустении. В запустении, и впоследствии вырубались масса на дрова, или даже просто с голоду крестьяне могли срубить дерево, чтобы легче было отобрать плоды, потому что плоды, как правило, на классических яблонах и грушах, в чертесах, они достаточно высоко, это очень, такие деревья, которые не могут строить, жить. Но, дело в том, что и гигиену соблюдали, и сам принцип, ну, взаимоотношения с лесом, это то, что здания, вот, вот, они строились внутри, как бы, плетались в, естественно, натурированную составляющую, то есть, деревья не вырубались. У них были священные рощи, правильно, наши учащиеся? Очень рощи, конечно, были, много, места, где проводили ритуалы, какие-то праздничные, где собирались, в частности, вот, мотухайцы, помежду демократическим создателям, которое происходило через собрать, нахасы. Народное вечер, Да, вечер, суды, в этих пассионных рощах. Получается, у них зачатки демократии даже, можно сказать, были. Ну, это такая демократия военная, греческая. Это у горных народов, много, достаточно, все было устроено. Ну, и, конечно, аристократы были свои, в рощи, допустим, там интересна такая штука, там смешанные, в рощи. То есть, в рощи, у них, как бы, по деревням, бог знает, стоит знак, там, цель, бога пошло, но при этом, кресты висит, металлические, столиные, но и молитвы, они при этом, отлично, то есть, там, перемешалось все. Кстати, интересный момент, вот, мне сейчас напомнил, дело в том, что у индейцев было то же самое, то есть, когда европейцы колонизировали Америку, они заставляли, да, индейцев, надо сильно переходить в патричество, то в протестантство, ну, в зависимости от религии, какой были колонизаторы, и, и, индейцы, они были вынуждены ходить в церковь, они ходили, но при этом, они, как бы, мысленно предполагали, что они молятся своим богам в этих церках, то есть, они вроде, как бы, для колонизаторов, они ходили, ну, в церковь, да, все добропорядочные христиане, на самом деле, у них вот такое двоеверие получилось. Ну, африканская церковь, вот эти вот, господин, то есть, смешение, такой, языческой, африканской религии с, в Намибии, да, по-моему, это? Да, в Америке, в Африке, в Гаити, там, на всех островах, в Африке. Слушай, а скажи, пожалуйста, вот, по поводу, возвращаясь к Суджук-Кале, такой вопрос, вот, злободневный, а почему русские войска не стали восстанавливать церковь, и, в итоге, насколько я понимаю, они вообще просто разобрали иностранные материалы, да, ну, именно Суджук-Кале. Ну, Суджук-Кале, то, что я еще раз повторюсь, преимущество было закреплено за сухопутами, линией для коммуникаций, которое нужно было охранять, поэтому, изменился к северу, ближе к дороге, на Кабаринском укреплении штаба. А Суджук-Кале не нужен был, потому что, со стороны моря, в общем-то, там, не было необходимости его охранять, ну, в принципе, очень, скорее, удобное расположение в глубине бухты, было лучше, да, почему, потому что, Туркан-то, понятно, будет приплывать, высадиться быстро, в случае конфликта, а здесь, наоборот, сухопутная должна быть углублена, крепость, для того, чтобы более сохранить флот, внутри бухты, да, и вообще, изначально, там, вообще-то, в Кабаринском укреплении, главный морской уплот, российский, тоже потом, перейдет на эту сторону, везло, там, розовый троп, это, 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 игр природы, скажем, поэтому, да, выбор, упал сюда, естественно, образы достаточно, а, сужу коленку, там, просто окраин, и все, тем более, что, жаль, что не сохранилось, конечно, в какой-то мере, и болото прикрывали, на самом деле, эти дороги, они были долганши, да, ну, его засыпали, засыпали, в итоге засыпали, это уже после военной войны, конечно, во времена поправки, она у нас, вода, такой, защитника, как бы, додавала время, потому что, подготовиться к контакте, и, наоборот, следует, и дырна, какие есть описания, стычек, с сюрпесами, в течении войны. Доухраимской войны была начала, пока существовала, доничтожение войны, после крымской войны, там, находился, небольшой, турецкий, склад оружия, револьче время, там, долгое время, прятался, до последнего замока, когда уже все закончилось, турки его оставили, он, в Анарке сначала, закрывился, пытался, как-то еще, вызывать, скажем так, в Западню, Англию, там, Францию, помочь ему, потом, он, в Российск, там, тоже, войска заставили, внезапно, он ушел, например, в Бенжик, но потом, гаретировался, потом, еще приезжал, ну, в 59-м году, ну, его сын, продолжал обходить, он очень-очень, очень-очень, русский, даже, какое-то время, его сын приезжал, выражая, такую, топорность, жил там, бурный, да? Виталик, в общем, спасибо за очень, достаточно интересный рассказ, канал, «Новороссийская история где-то рядом» был в гостях у краснорского краеведа Виталика Штыбина, до новых встреч, всем пока!